Приветствую вас, Ирина. Давайте разберём ваш вопрос. Ну, во-первых, здесь нужно сказать, что ваша мама играет в психологическую игру Попался негодяй. Она в неё играет довольно активно. Она, очевидно, хороший и вкусный игрок в этой игре. И, в общем-то, чувствует себя в ней, в этой игре, как рыба в воде. По большому счёту. Это первое. Собственно, она хочет от вас такого вот внимания, она хочет выставить себя в определённом позитивном свете за счёт вас. Но основная проблема заключается в том, что вас по какой-то причине расстраивает её поведение. Расстраивает её отношение к себе. Вы от него именно вот что переживаете. То есть, грубо говоря, у вашей мамы есть все ресурсы. У вашей мамы есть все возможности для того, чтобы повлиять на ваше настроение. И вот почему у неё есть вот такая возможность. Это, на мой взгляд, очень большой. Очень важный, очень ключевой аспект. Как? Влияет на вас и вашей мамы. Почему? Почему? А вы чувствуете, как у вас портится настроение, когда вы с ней? Ну, когда она тебя так ведёт. Я уверен, что ведёт она себя так не впервые. Я уверен, что делает она так периодически. И это, в общем-то, нормально. Для неё, я имею в виду, для неё это нормально. Но вопрос заключается в том, как это влияет на вас. Вот с этим нужно разбираться. Обратите внимание на то, что вы с одной стороны описываете ситуацию, но в основном описываете ваши разговоры. Как бы это не совсем то, что раскрывает, скажем так, проблему. На самом деле, проблема раскрывает больше ваше отношение к ней. Ну и к себе тоже. Следующий момент. Это то, что касается вашей потребности в поддержке. С её стороны. То есть, ну вот. То, что вы нуждаетесь в её поддержке. С чем связано? Это называется по-детски. Почему вы ждёте пробовать этого от мамы? Вероятно, здесь есть некий конфликт. Вот. Ну. Конфликт из детства. Вероятно. Такая вот история. То есть, тут нужно смотреть, с чем это связано. Опять же, я имею в виду конфликт ваш. И с ними работать. С конфликтом. Вот я думаю, примерно такой ответ можно вам дать. И когда вы с себе разберётесь, когда вы поисследуете свои, к сожалению, конфликты, переживания, может быть, страхи, может быть, другие рэкетные чувства, которые вы испытываете, вам будет гораздо легче понять для себя, как взаимодействовать со своими мамами. Ну вообще, неконфликтное общение также является тем, с чему вам стоит обучиться. Техника её сообщения, активное слушание, принципы амортизации. Эти вещи нужно сделать неотъемлемой частью вашей модели общения. Тогда конфликтов будет гораздо меньше. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.